Отделение Российского движения школьников Московской области сегодня объединяет более 10 тысяч ребят из различных уголков региона. Для проведения первого слета активистов организации, что дает возможность развиваться ребятам в различных направлениях – учебе, творчестве, спорте и многом другом – свои двери с гостеприимством распахнул Челковский районный культурный комплекс. Собрав в одном месте и в одно время более 400 участников мероприятия – это школьники, педагоги, представители власти, творческие коллективы. Мы очень рады, что вы здесь. Мы постараемся сделать все для того, чтобы вам здесь понравилось и вы захотели в Челковский район приезжать еще и еще. Большая честь для нас, что управленческие органы Российского движения школьников, федеральные и региональные, приняли решение здесь провести первый слет. 56 школ в Подмосковье приняли участие в первом слете регионального отделения Российского движения школьников. Движение значит вперед. Главное для РДШ – вырастить и воспитать достойное поколение граждан, сформировать в ребятах правильную систему ценностей. Я надеюсь, что наша сегодня с вами встреча, она будет полезна. Мы сможем поговорить о вас, о Российском движении школьников, о траектории развития организации. И вы отсюда уедете с новыми эмоциями, с новыми идеями. Находясь в организации, каждый из ребят получает возможность находить и раскрывать грани своих талантов. Цель слета – определить дальнейший алгоритм развития движения, планирование деятельности в новом учебном году, взаимодействие с другими регионами. За последнюю только неделю у нас уже, мы рад приветствовать, новые четыре площадки. И на данный момент у нас 56 образовательных организаций. Система вебинаров, где педагоги могут общаться друг с другом, передавать опыт и делиться какими-то своими наработками, методическими материалами, возможно. Также действуют социальные сети, такие как ВКонтакте, открыт канал Московского областного отделения РДШ, он действует с 18 июня, где ребята также могут участвовать, выкладывать свои материалы и общаться друг с другом. В ходе встречи были вручены специальные сертификаты РДШ школам, которые подтверждают вступление учреждений в организацию. Были отмечены ребята и их руководители, которые проявляли себя в течение прошлого учебного года, становясь призерами и победителями различных конкурсов. Те, кто активно развивает основные направления организации. Гражданская активность, информационно-медийное, военно-патриотическое направление и, конечно же, личностное развитие. Всероссийское движение школьников Московской области все это активно развивает. И, конечно же, школьники Щелковского района также здесь активно себя проявляют. Ученик Щелковского лицея номер 14 имени Гагарина Артемий Шаранов победитель Всероссийского конкурса «Мы граждане России» в рамках российского движения школьников. В конкурсе принимали участие более 700 ребят из различных уголков нашей страны. Но Артемию удалось войти в двадцатку победителей. Надо было рассказать, кто такой человек, что такое личность. Российское движение школьников было образовано в октябре 2015 года в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Цель – организация совершенствования государственной политики в области воспитания молодежи. Анна Балиет, Валерий Жеглетель, радиокомпания «Щелково».